Приговор оставить без изменений в повторном рассмотрении дела, отказать Президиум Верховного Суда России, не прислушался к позиции Европейского Суда по правам человека и не стал отменять приговор Алексею Олегу Навальным по делу Ивраше. Тем самым судьи Верховного Суда удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры. Заместитель главы ведомства в суде просил признать приговор законным. На прямой связи с нашей студией политик Алексей Навальный. Алексей, я вас приветствую. Слышите ли вы студию РТВА? Привет, Сихон. Привет всем зрителям РТВА. Да. Я так понимаю, что большой неожиданностью для вас происходившее сегодня в Верховном Суде не стало? Ну, на самом деле стало. Мы, безусловно, понимали, что Верховный суд устроит какую-то гадость. Мы, безусловно, понимали, что российская власть никогда не пойдет на то, чтобы впрямую выполнить решение ИСПЧ, потому что его просто, вот если просто по-честному выполнить решение ИСПЧ, это означает признать, что дело было сфабриковано, а значит, в суде, в прокуратуре, в следственном комитете сидят настоящие преступники. И мы думали, что они сделают какой-то такой трюк, как это было в деле Киров-Леса, отправят на новое рассмотрение, и там сделают все заново. Но сегодня Верховный суд сделал такую вещь, которая удивила даже бывалых юристов, которые видели много удивительных процессов, когда судья вышел и сказал, оставьте все без изменения. Это означает, что просто на уровне Верховного суда Россия прямо сказала, мы не будем выполнять решение ИСПЧ, и это, конечно, как бы крутовато даже для нынешнего положения дела. Это первый подобный прецедент? Да, это первый случай такого рода. Скажите, я так понимаю, что ваша защита будет обращаться в Комитет Министров Совета Европы, который контролирует выполнение решения ИСПЧ. От этого вы ждете чего-либо? Ну, мы ждем того, что будет, безусловно, признано, что Россия отказывается выполнять решение ИСПЧ. Если в ситуации с Киров-Лесом, когда они формально выполнили, ну так издевательски, нам пришлось приезжать туда и объяснять, почему Россия на самом деле не выполнена. В этом случае и объяснять ничего не надо, потому что Россия сказала, мы не будем выполнять. Но нужно понимать, что не существует никаких международных судебных приставов, которые могут заставить Россию выполнить или не выполнить решение. То есть просто сейчас Европейский суд и ПАСЕ, и все международные органы получили, ну, какой-то уже совсем четкий, недвусмысленный сигнал, что Россия, ну, просто не будет выполнена. Не хотим и все, и не будем. Я так понимаю, что рассмотрение в Комитете Министров Совета Европы и какое-то от них решение, оно появится весьма вероятно уже после того, как закончится срок у вашего брата Олега. Он ведь должен выйти 30 июня на свободу, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. То есть это рассмотрение случится сильно позже. Ну, Европейский суд – это замечательная такая институция, но в общем, все делается годами. Там таких сроков, как месяц, два месяца, там не существует в принципе. Там все измеряется годами, поэтому Олег должен выйти, я надеюсь, что он будет всем, я надеюсь, 30 июня. А все это дело будет тянуться еще годы после. Вот, собственно, по поводу его выхода на свободу, хотел, если позволите, еще задать вам вопрос. Мы все наблюдаем за логикой происходящего с Олегом Навальным и значительную часть своего срока в колонии, если я правильно понимаю, он находится то в ШИЗО, или как это называется, помещение камерного типа. В ШИЗО. Ну, то есть, в принципе, он находится в так называемых строгих условиях содержания, а внутри этих строгих условий содержания его еще постоянно сажает вот так самое ШИЗО, то есть штрафной изолятор. Вы, адвокаты ваши, адвокаты Олега, может быть, вы получаете какие-то сигналы, намеки? 30 июня, когда у него заканчивается срок, он выходит на свободу? Или вот эта вот логика странная по отношению к нему будет продолжена? Никто не понимает, что там происходит. Никто вот не понимает, почему они в течение вот этих трех лет и четырех месяцев, которые он уже отсидел, они постоянно к нему придираются, почему его содержат в одиночке, почему ему вынесли десятки взысканий за все время, как он сидит. Нет другого заключенного в колонии, у которого есть больше взысканий. Никто не понимает, зачем это, для чего это. Это логика Кремля или это логика местной колонии, которой вроде бы не зачем это делать. И есть четкое ощущение, что на уровне колонии, на уровне управления Орловской области тоже никто не понимает, что происходит. Это какая-то, ну просто, мне кажется, какой-то сидит, чокнутый садист в Кремле, который придумывает какие-то штуки и звонит куда-то и говорит, а посадите его снова в ШИЗО. Ну его сажают, а мы пытаемся это толковать как какую-то политологию, а там просто сидит чокнутый садист. Если позвольте, еще пару вопросов, не связанных с сегодняшним рассмотрением в Верховном суде. Буквально час назад пришла новость о том, что власти Москвы согласовали Левому фронту 6 мая митинг на Суворовской площади в Москве. Вам 5 мая, насколько я понимаю, ваша акция в центре города согласована не была. Как вы объясните разницу подхода к Удальцову и к вам? В свое время вы были вместе, как мы помним, в 2011-2012 год. Ну, я думаю, что мэрия Москвы достаточно прагматично просто оценивает численность акций. И в этом смысле она, я думаю, много кому много что согласует с пониманием того, что на эту акцию почти никто не придет. И они очень хорошо отдают себе отчет, что на нашу акцию придет много людей, поэтому ее нужно запретить, чтобы пришли только те, кто готов уйти на несанкционированный митинг. И мы пойдем на митинг, потому что они его считают несанкционированным, а мы считаем его совершенно нормально. Поэтому дело не в Удальцове, а дело в том, что они 1 мая и всем тоже разрешат идти по Тверской. И в этом смысле, если ты собираешь небольшое количество людей, ты получишь разрешение. Два фактора. Первый фактор – инаугурация 7-го числа. Второй фактор – события в Армении. А мы знаем, что российские власти традиционно очень нервно относятся к тому, что принято называть словосочетанием «оранжевая революция». И чего в свете этих двух факторов вы ждете от реакции властей на ваш выход 5 мая? Я думаю, что вот эти факторы, которые вы перечислили, они, конечно, добавляют какой-то такой злости и нежелания. Нежелания выполнять наши конституционные права. Но в целом это же идет в рамках общей логики того, что вот этому движению, большому, огромному движению, которое образуют собой просто нормальные люди России, отказывающиеся признать себя просто рабами системы, ему не положено никогда ничего проводить, им не положено регистрируть политических партий, они не должны иметь никаких прав. И в рамках этой логики они просто вот гнут свою линию, выполняют свой план. Ну а события в Армении, они просто дополнительный фактор, что они понимают, что, наверное, мы действуем правильно и будут продолжать так действовать. То есть вы ждете какой-то особенной жесткой реакции на ваши действия? Ну я не думаю, что будет какая-то особенная жесткая реакция на ваши действия. Я думаю, что они просто еще больше в этот раз будут действовать против нас скорее какими-то такими пиаровскими действиями. Будет больше какой-то там нытья и ботов, которые будут ходить и рассказывать, зачем же вы бросаете людей под дубинки. Ну вот того, что они делают постоянно, да. Или сделать какие-то параллельные спойлерские акции. Или что-то в этом роде. Но что касается жесткости, ну на всех последних акциях задерживают там тысячи людей. Куда уже жестче. Да какие-то водометы применять. 26 марта прошлого года вы обещали всем задержанным юридическую помощь при обращении в ЕСПЧ. Будет ли то же самое 5 мая? Да, мы ведем такую работу. Я могу с гордостью сказать, что вот у нас было же много-много задержаний в ходе этой кампании. Было много штрафов. И мы выплатили, собрали деньги, выплатили штрафы для всех совершенно. И мы ведем большую работу в ЕСПЧ. И я, конечно, всем задержанным мы поможем. И все эти задержания и документы доведем. Спасибо. Алексей Навальный, политик на прямой связи с нашей студией в эфире. Артели.